Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Дима и я занимаюсь изготовлением макетов оружия из разных игр своими руками. Сегодня у нас обзор моей коллекции пушек из различных игр. Начнем! Вот такой вот обрез из игры Сталкер. Делал его где-то примерно в апреле. Из механизмов имеются спусковые крючки нажимающиеся, также открываются стволы, куда можно засунуть макеты настоящих гильз. Вот так вот это все запирается за щелочкой. Также есть курки, которые вот так вот поднимаются, опускаются. В качестве материала изготовления я брал фанеру, МДФ, а также бумагу с пластиком. В качестве пластика тут трубки, на которые я потом обклеивал долго бумагу и обрабатывал ее. Красил с помощью черной и алюминиевой аэрозольной краски. Дерево я покрывал морилкой цвета, клен, и затем это все застаривал с помощью наждачки, там поверхность жесткую царапал. В общем вот такой вот реалистичный макет обреза из игры Сталкер. Переходим к следующей пушке. Вот такой вот, ребят, замечательный. UMP 45 в скине ГАЗ из игры Стэндов 2. Делал его летом, примерно в июле. Вот такой вот прям замечательный скин рисовал своими руками с помощью кисти и гуаши. Вот так это все выглядит. Отщелкивается магазин на защелке, который... Ой, звук прям приятный, друзья, прям вообще балдерный. Также нажимается спусковой крючок. Ну и, конечно же, затвор. Вот даже есть задержка затвора. Все как на настоящем. Вот так вот. Еще, друзья, смотрите. Складывается приклад. В качестве материала изготовления я брал фанеру, МДФ, пластик, там, бумагу, картон. Все это вот так вот замечательно потом обрабатывалось. Делалось очень долго, изнурительно. Было очень тяжело, но макет того стоил. Покраску газ, как я и рассказывал, производил с помощью кисти, гуаши. Сначала с помощью шаблона это все переводил, рисовал и затем покрывал матовым лаком. Вот такой вот UMP из игры Stand Up 2. Замечательный просто. Вот так вот это все повесим. Кстати, планки, пикатиньи, рабочие. На них можно повесить прицел, там, рукоятку. Все, что угодно, все, что на настоящее вешается. Друзья, Glock 18 в скине реактор из игры CS GO. Вот такой вот пистолет, резинка-стрел. Прислал мне его как-то Kerambiter.ru. Я потом его доделал, обработал и покрасил вот в такой вот замечательный скин. Знаки радиации, все так красиво выглядит. Сделан он из фанеры, из механизмов, спусковой крючок. И как раз механизм, с помощью которого тут натягиваются резинки. И потом можно ими стрелять. Магазин не вытаскивается, к сожалению, потому что слишком толстым его сделал. Он прям там застрял. Вот так вот. Черная краска, желтая. Тетрадный лист с вырезанным знаком радиации. А потом с помощью него это все красил. Вот так вот выглядит. Прикольно. В войнушку можно будет потом поиграть. Переходим к следующему макету. И это у нас пистолет Макарова из игры Сталкер Тень Чернобыля. Почему из игры Сталкер Тень Чернобыль? Потому что он имеет такую же характерную раскраску. То есть серебряный вот такой вот затвор. Вот такую вот свинцовую рукоятку. Делал в соответствии с игрой. Ну, немножко не получилось в цветовую гамму попасть. Потому что в Сталкере она достаточно тяжелая. Но вот так вот получилось. Делал из МДФ. Кстати, это вообще является модель, макетом моего знакомого Антона. Он мне его отдал, чтобы я его доработал. Все выпуски с изготовлением этих крутых пушек есть на канале. Так что потом после этого видео обязательно заходите на канал и смотрите. Это реально увлекательно. Из механизмов тут у нас вот такой вот затвор. Курок. Также нажимается спусковой крючок. И вытаскивается магазин, который держится тут на защелке. Красил с помощью алюминиевой краски, черного аэрозоля и краски Босния цвета Кубота. Вот так вот получилось. Просто кондеха веселее, друзья. И переходим к валу. Аэс вал из игры Сталкер Тень Чернобыля. Тоже дело в соответствии с игровым оригиналом. Отличается от настоящего вала тем, что на цевье имеются вот такие вот выемки под пальцы. Магазин. Как вы помните, у настоящего тут вот такие вот ребра. А здесь просто выемки. Он, кстати, вытаскивается. Ну, к сожалению, не на защелке. Просто этот макет тоже является моделью, которую мне прислал друг Федор уже, чтобы я его доработал. Тоже выпуск имеется. Также из механизмов тут нажимается спусковой крючок. И который производит в действие затвор. Вот так вот это все выглядит. Типа стреляешь, друзья. Пум-пум-пум-пум. Красил с помощью черной аэрозольной краски. Также с помощью латексной краски. Уже кистью заколерованной в коричневый цвет. Рукоятка уже баллончиком красилась. Потом наносил вот такие вот потертости разные. С помощью акриловой серебряной краски и тоже кистью. Вот так вот. Из механизмов тут не очень много. Ну, тут делался упор на внешний вид. Все вот так вот. Это сделано из МДФ фанеры и пластика. Все достаточно надежно. Прям делал, чтобы макет можно было использовать в какой-нибудь войнушке. Там бегать. Круто это все. Чтобы выглядело так. Друзья, не забудьте прожать лайк обязательно. И подписаться на канал. Потому что макеты реально крутые. Где вы еще такие найдете? Вот так вот его повесим. Классно выглядит. Переходим к Глоку 22 из игры Stand of 2 в скине Monster, друзья. Это был один из самых тяжелейших скинов, которые я делал за свою деятельность. Но оно того стоило, потому что G22 прям реально круто выглядит. Сделан почти полностью из МДФ. Ну, еще немножко бумаги в качестве материала использовал. Нажимается спусковой крючок. Немножко заедает, потом смажив. Также вытаскивается магазин. Смотрите, какой уровень детализации. Даже цифрами подписал тут. Все типа патроны подписал. Вот так вот. Открывается затвор. И тут можно увидеть типа окно выброса гильз. Специально так сделал, чтобы круто было. Затвор на пружине. Пружина находится под стволом. Детализация прям реально высочайшая. Даже тут антискользящее покрытие на рукояти есть. Сзади, спереди. Вот. Даже на спусковой скобе. Скин тоже рисовал гуашью. Потом покрывал лаком. Вот так вот прикольно получилось. G22 из игры Stand Off 2. Так. Аккуратненько его повесим сейчас. Вот так. Переходим вот к такому ножу с крюком из игры CS GO в скине Африканская сетка. Летом мне его прислал друг мой хороший Кирилл. Спасибо ему за это огромное. Сделан он из МДФ 6-миллиметрового. Вот так вот выглядит. В прикольном скине. Как я знаю, на ножи такого скина нет. Он просто авторский. Ну, есть АК-47 в скине Африканская сетка. А Кирилл решил сделать вот такой вот. Друзья. Кунай в скине Пойсон из игры Stand Off 2. Делал его из МДФ. 8-миллиметрового. Потом оборачивал вот таким вот шнуром. Скин тоже наносил с помощью гуаши кистью. Делал его где-то, ну, зимой 2021 года. Вот так вот выглядит. Глянцевым лаком потом покрывал. Прям круто. Круто, друзья, выглядит. Если понравилось, обязательно потом посмотрите выпуск с изготовлением. Вот, буквально недавно, осенью 2021 года, я сделал вот такой вот тантовский не-малахит из игры Stand Off 2. С ножнами. Оплетку сам делал. Материал МДФ. Малахит мне просто понравился. И я решил сделать. Вот так вот он закрывается даже, как на настоящий. И все круто это выглядит. Вот. Я вообще делаю какие-либо скины, только которые мне нравятся. Если мне что-то не нравится, то я, скорее всего, не буду это делать. Вот так вот. Задвинем и положим на место. Что у нас тут еще интересного? Вот такой вот просто вот шикарный дигл в скине Красный Дракон тоже из Stand Off 2. Естественно, красный цвет я наносил красной аэрозолью. А вот этого дракона серебряного я уже рисовал сам кистью акриловой серебряной краской. Это было очень сложно. Но он мне просто очень понравился, поэтому решил именно его сделать. Мне говорили, типа, сделай дигл из CSGO в скине пламя. Я посмотрел на него там, на стволе какое-то пламя нарисовано. Мне он не понравился. Я решил из Stand Off сделать. Из механизмов, ну, курок опускается. Также, конечно же, затвор работает на пружине. Имеется даже вот задержка затвора. Так вот это все задерживается. Потом мы просто нажимаем и так... О, ох уж этот щелчок. На затворе также есть предохранители с двух сторон, которые опускаются, поднимаются. Ну, конечно же, конечно же, спусковой крючок. И феноменально кнопка выброса магазина. Ну, кнопка фиксации магазина. Сейчас. Вот так вот. Смотрите. Фокус-фокус. Упал, но ничего страшного. Вроде все цело, все живо. Из МДФ сделан, но выдержал удар. Ну, вот так вот он защелкивается, вставляется. Все хорошо. Руки у меня крюки не поймал. Ну, ничего страшного. Все вот так вот выглядит. Из МДФ и из пластика делал его. Крутой дигл в скине. Красный дракон из игры Stand Off 2. Ох. Пушка такая толстая прям. Стреляет. Наверное, просто. Лайк, друзья, лайк. Повесим его аккуратно. У нас вот такой вот еще есть керамбит в скине Gold из игры Stand Off 2. Давайте его сравним с настоящим, который мне прислал магазин Керамбит.ру. Маленько меньше, чем оригинал. Но ничего страшного. Я просто этот керамбит, на самом деле, спонтанно получилось его делать. В феврале 2021 года мама мне купила, короче, сладости в такой коробке из фанеры. И я решил из этого материала потом сделать керамбит. Получилось достаточно прикольно. Ну, красил я его тоже акриловой, уже золотой краской и покрывал матовым лаком. Такой, ну, как игрушка пойдет. Ну, как настоящий, если надо там хлеб порезать, то вот такой вот керамбит градиент. Ну, это мне прислали. Прикольно, в общем, прикольно, друзья. Все это на место. У нас также есть бабочка в скине Black Widow из игры Stand Off 2. Маленькая, аккуратненькая, из МДФ сделана летом 2021 года, в июле точнее. Все это круто вот так вот. Я крутить не умею, но, как видите, что-то получилось. Красил с помощью черной и красной аэрозоли. Аэрозоля, точнее. Я вечно это слово плохо склоняю, потому что несколько лет я называл аэрозоль как женское название. Ну, что уж теперь. Название женского рода. Заговариваюсь. Надеюсь, ничего страшного. Вот так вот это все выглядит. Блин, вот красный свет прям блестит на фоне черного. Это все красиво так выглядит. В качестве осей использовал части от заклепок. Вот тут вот между ними имеется стержень от шариковой ручки. Специально, чтобы они не соприкасались и все работало отлично. Вот она свободно вот так вот складывается. Раздвигается. Все хорошо. Вот. Нож-бабочка в скине Black Widow, то есть черная вдова из игры Standoff 2. Вот такой вот у меня есть еще томогавка из игры Warface, золотой, который я делал осенью 2019 года. В сентябре, кажется, дело было. На конкурс золотой лобзик от Cheeseburger. Решил поучаствовать, но у меня было два таких. Один в оригинальной раскраске из Warface, другой вот такой вот. Один я уже отдал. Вот остался золотой. Красил с помощью черной... Какой черной? Золотой аэрозольной краски. Вот тут вот сделал имитацию заточки с помощью серебряного маркера. А вот накладки, накладки я морил лиственницей. Морилка такая, лиственница называется. Потом лаком покрываешь и выглядит прям... Вот. Томогавк золотой в скине Gold. Получается золотой томогавк из Warface. Прикольно. Накладки фанеры. Это из МДФ. И у нас осталась моя любимая пушка, друзья. Просто мой любимый вид стрелкового вооружения. Сик 550 стрелка из игры S.T.A.L.K.E.R. Почему именно стрелка? Потому что на прикладе имеется буква S и 16 маленьких крестиков. Прямо как в оригинале. Сик стрелка в игре не отличается от реального. Ну, ничем. Поэтому я решил это исправить. Цевьё, рукоятку, а также приклад я покрасил не в стандартный темно-зелёный, такой полотный цвет, а в бежевый, тёмно-бежевый. Получилось даже круче. Вот так вот это всё выглядит. Из механизмов спусковой крючок. Защёлка магазина. Магазин тоже вынимается. Его уже коричневым аэрозолем красил. Так вот это всё вставляется. Затворная рама. Почему он тут у меня с прицелом? Просто вот такая интересная история приключилась. Дело в том, что я делал на него обвесы. Делал прицел. Надеялся, что он будет закрепляться тут с помощью болтов. Но этого не произошло. И он начал падать. И я решил его заклеить намертво. Ну, будет ещё один такой отличительный признак сишки стрелка от настоящей, от обычной. Обожаю эту винтовку. Но в будущем я сделаю себе всё-таки, наверное, новый сик. Уже прям точно идеальный. Там без каких-либо изъянов. Чтоб всё было хорошо. Токсический хват. Ммм, тактику. В общем, круто, друзья. Вот такая у меня коллекция оружия. Обязательно подписывайтесь на канал. Смотрите выпуски с изготовлением этих пушек. И смотрите следующие ролики, друзья. Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать.